Все, доброе утро. Всем доброе утро. Good morning. Good morning. Bonjour. Hello. Мы к вам приехали в тот час. Что-то. Хорошо. Так, друзья, собираемся. Все, продолжаем изучать 20 главу. Все, отлично. Сегодня в Тиеве первый снег. Первый прям высыпало снегом, засыпало. Прям начинается зима. Сколько лет, сколько зим приходит на ум известное выражение. Так, всем привет. Тирилл, Иринка, Митиченко, Талия Рафальская, наши постоянные Армен. Амень, наверное, вы хотели написать. Вера Перлина. Что-то перестал ходить Михаил Федорович на занятия. Михаил Федорович, я имею в виду. Так, амень. Борис Маляров. Нет, нет, я думаю, что это... Хорошо, друзья, все, мы продолжаем. Мы продолжаем изучать 20 главу притчи царя Соломона. И 20 глава очень-очень интересна. Ну, все главы тут интересны. Нет неинтересных. То есть тут такая насыщенность мудростью, что в каждой строчке прямо мегатонны мудрости. Значит, мы дошли до того, что... Третий отрывок, что человек, который уважаемый, почет... Человек, который уважаемый и вообще почет для человека, это отдалиться от споров, от ссор. То есть не ссориться, не вступать в ссоры. Особенно с грешниками, которые в ссорах, как известно, вообще не сдержанные, ведут себя еще хуже, чем до ссоры. Да, если ты, надеюсь, с ним ссориться, достигнуть каких-то хороших результатов, то, ну, ничего, лучше как не будет. Это я когда-то, единственный раз я в Израиле, пошел судиться с тем-то, да, в этот самый... Ну, там, делала компания ремонт, и сделали они полы. И первый раз делали полы, а они отвалились. Они второй раз делают полы, а они второй раз, ну, отваливаются. Ну, так, инженер сказал, что они отвалились. Я им говорю, ну, там, менять не надо, верните деньги, я найму кого-то другого. Нет, значит, там, в общем, начинается, деньги вернуть никто не хочет. Я уже в суд, ну, ясно, вот инженер, вот заключение, вот то, вот все. Они подают на меня встречный иск один, встречный иск другой, они судятся с поставщиками клея. Короче, пошло-поехало, в итоге суд, суд, а я же не, ну, все время должен приезжать. Потом я приезжаю на суд, и получается так, что адвокат, который наш адвокат, она забыла позвать, там, инженера, свидетеля, ну, в общем, думала, что не надо. И, ну, как бы, и они такие, ну, что, мол, типа, досудился с нами, мы выиграли. Ну, и судья все равно присудила, говорит, они должны переложить третий раз. А я не хотел, чтобы они перекладывали, я хотел, чтобы они деньги вернули. Потому что, если они два раза плохо положили, так третий, они же тоже бы плохо положили. В общем, судиться с обманщиками нет никакого смысла. Ссориться с людьми, которые не, как сказать, которые, ну, тут написано, и в Элита, которые грешники, тем более нет никакого смысла, потому что он в ссоре, это как раз его стихия, и он проявит свои самые худшие качества. Понятно, да? Вот. Теперь, значит, четвертый отрывок. Четвертый отрывок говорит нам следующую вещь. Царь Соломон. Мехоров Ацель Ло Яхариш. Ло Яхрош. Зимой, значит, ленивец, он не будет пахать, спахивать землю. То есть, зима в Израиле, это время, когда пашут землю, чтобы посеять и потом собрать летом урожай. И что? Ишаль Бакатсир, и он будет ходить спрашивать, когда другие будут снимать урожай. Катсир это снимать, да? В Айн, а нету ничего. То есть, здесь нам передан закон, очень важный закон, который, как объясняют комментаторы, относится ко всем сферам жизни. Есть время, когда ты должен пахать и сеять. Но у тебя в этом время нет никакого урожая. То есть, ты просто пашешь, еще и холодно. Зима, да? То есть, мало ли того, что тебе ты как бы отдаешь, ты вкладываешь, ты трудишься, так еще и в плохих условиях. Но потом приходит время, когда снимают урожай. И ленивый человек, он не понимает этой закономерности, что так всегда. Вначале ты вкладываешь, потом ты собираешь. И время вкладывать, оно тяжелое, холодное, голодное. Тебе тяжело, больно. Конечно, как в Америке говорят, no pain, no gain. Нету боли, нету прибыли. Но поэтому ленивый человек. А кто такой ленивый? Ленивый – это тот, который не может заставить свое вот это внутреннее животное делать то, что правильно и надо делать. Он отдыхает в то время, когда надо пахать. А потом, когда другие собирают урожай, он спрашивает. А им нету, нету, ничего нету. И это относится не только, да, это относится… О, да, совпадение очень классное. Все равно, а тот, кто всегда будет. Да. С песнями будет собирать свой хлеб, да. Но здесь есть еще один нюанс. То есть здесь говорится не только о зиме и материальном урожае, где все идет точно по этой схеме. То есть ты должен вначале пахать, а потом собирать урожай. То есть, ну, нет других вариантов. Здесь речь идет также, например, о учении. Человек в молодости, он учится, а потом он в зрелости получает плоды, если он правильно учил Тору, да. Если он заложил себе в голову правильные установки. Человек в жизни, в течение жизни, он паше делает заповеди, и он не видит награду часто за эти заповеди. Но когда он умирает, его там встречают вообще с праздниками, там со всеми делами, встречают его там в духовном мире, в раю. А другой человек, он всю жизнь заповеди не делал, спрашивает там, а мне что-то положено? Ему говорят, извините, вам ничего не положено. Все. Как атеисты, знаете, к Богу там обращаются ангелы, говорят, автобус с атеистами упал в пропасть, что делать? Ну, типа, как? Бог говорит, а что делать? Скажите, что меня нет. Да, то есть их нет. Вернее, хорошо, понятно, да, идея? Все, очень нам важный закон, и надо всегда о нем помнить. Всегда о нем помнить, что, когда после еды есть, молитва после еды, называется Беркат Амазон, благословение после еды. И там перед ним поют один из псалмов царя Давида. Царь Давид, папа царя Соломона, написал в свое время 150 псалмов. Это был его способ коммуникации, взаимодействия с Богом. И с тех пор, ну, ничего лучше никто не придумал, поэтому это стало святой книгой. И для, она входит в Тору, это письменная Тора, Тейлим, Псалмы. И входит также в христианстве, то есть это основа всех молитв. То есть папа царя Соломона, он отличался больше не, как царь Соломон, великой мудростью. Царь Соломон известен как великий мудрец. А его папа, царь Давид, он известен как великий, как человек, который молился, да, великий, ну, как сказать, человек, который в сердце разговаривал с Богом. И его псалмы, его способ разговора с Богом, его молитвы стали основами для всех молитв, там, и наши молитвы полностью на псалмах все построены. И христианстве, наверное, я не читал их молитвы, но я уверен, что, ну, то есть все религиозные люди такие, они читают псалмы царя Давида. И там есть вот перед едой, когда, в субботу особенно, когда праздничная или праздник, читают псалом Широмолот, песнь восхождения называется. И там есть такие слова, что вот они сеяли в плаче, а с песнями собирают свой урожай. То есть тот, кто, тот, кто сеял, ему было тяжело, он будет с песнями потом собирать урожай. Тот, кто, когда было тяжело, он отдыхал, так понятное дело, какой ему урожай? Никакого. Дальше. А басни, все хорошее, что есть в мире, оно стоит корнями на торе, на божественном знании, на знании от Бога. То есть у лжи, есть интересное такое выражение, у лжи нет ног. То есть ложь, она не может стоять, у нее нет ног. Но она должна быть замешана на правде. И тогда она как бы имеет подставку. Теперь басни, это не обязательно ложь, да? То есть это там вечная мудрость, хорошая мудрость. Я вчера читал там какие-то не притчи царя Соломона, а есть притчи для детей. Дочке своей читал, там притча про ручеек, да? Который ручеек, он тек-тек-тек. В общем, и, ну такая, в виде истории рассказаны мудрость, вечная мудрость. Но если это мудрость, так ее корни в торе. Если это не мудрость, так тогда, ну как бы, это не мудрость. Поэтому Крылов свою стрекозу написал как раз, наверное, он тоже притчи читал. Теперь дальше. Пятый отрывок, пятый отрывок. Май мамутим и цаблев иш, в иш твуна и длена. То есть переводится так. Глубокие воды, совет в сердце человека. Глубокие воды, совет в сердце человека. И человек твуна, это сообразительный, у которого есть логика и сообразительность. Он вычерпает. Конечно, без объяснения ничего не понятно. Но тот, кто уже изучает притчи, мы уже понимаем как бы глубину, терминологию царя Соломона. Нам все понятно. Значит, смотрите, о чем идет речь. Мы знаем, что много замыслов в сердце человека, много мыслей в сердце человека. Что это значит? Это значит, что мысли из подсознания в сознание человека в день поднимаются от 50 до 70 тысяч мыслей. Представляете? 50-70 тысяч мыслей проверено. Можешь на калькуляторе посчитать. 60 мыслей в минуту. 3600 мыслей в час. Умножить на 16 часов бодрствования. 50-50 тысяч мыслей почти 60 в среднем. Это средняя величина. То есть, это столько мыслей, в чем они двигаются хаотично. И они двигаются в основном как? В основном они двигаются... А у нас в квартире газ. А у вас? А у нас водопровод. Вот. А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Что-то кошка выросла немножко и пить сегодня. Ну, то есть, идет ассоциативное. Одно цепляет за другое. Совершенно полный хаос. И вот эти вот мысли, они мелькают, мелькают, мелькают. Но это если отпустить, расслабиться. Но, в принципе, мозг, он как веретено выкручивает из подсознания, из внешнего мира. Он выкручивает мозг... Вот у человека есть намерение, желание. И это намерение, желание, оно формирует мыслепоток, который притягивается, вытягивается, как веретено такое, из подсознания в сознание. Например, человек ставит себе такой вопрос, задает, да, хочу покушать. Намерение, хочу покушать. И у него изнутри сразу всплывает, что он любит, что он хочет покушать. Из, да, из файлообменников всплывает там ближайшая точка общепита там или где можно, ну, где можно прикупить еды. То есть, это как намерение, как веретено, натягивает тысячи мыслей, которые связаны с этим. Дальше эти тысячи мыслей, они как бы поднимаются, но в сознании, сознание обладает очень маленькой пропускной способностью. 7 плюс минус 2 единицы информации. И в сознании, джжжж, там влез только Макдональдс, например, джжжж, Макдональдс. И, значит, влез продуктовый магазин рядом. И он думает, так, Макдональдс или продуктовый магазин? Это второй вопрос. Значит, это как веретено. Он хочет выбрать, что для него полезнее. Но вопрос, опять же, вопрос возникает, а что значит полезнее или дешевле? Или по каким критериям он думает? То есть, у каждого внутри уже есть такие глобальные, как бы, это называется, ценности человека, что для него важнее. Он когда-то это решил для себя и так далее. И вот начинается у него поток, выбор, выбор начинается. Да, выбор сжирает энергию, сжирает, сжирает. А тут еще к нему вдруг врывается его вывод из там предыдущего урока, что надо есть только кошерное. Ну, это новая информация. Она как бы, он всю жизнь не ел кошерное, а тут вдруг надо кошерное есть. И он такой джжжж, и у него пошел, знаешь, такое как, как зависание такой компьютер, что Макдональдс быстро, вкусно, но не кошерно. Продуктовый магазин, быстро, невкусно и не кошерно. Теперь кошерно, ну надо ли мне это кошерно. И у него вот это вот в сознании происходит такое джжжжж, как бы, да, мало, очень мало места там. Теперь много, написано здесь в этом, до этого мы учили, много замыслов в сердце человека, а замысел Бога, он исполнится. Что это значит? Когда человек примет какое-то решение, например, он принял решение, есть кошерное. Значит, есть кошерное, но завтра, а сегодня в Макдональдс. Да, он так решил. Ум, кстати, подсказывает иногда очень хорошее решение, чтобы оправдать свое желание. И он, значит, решил, что кошерное завтра или с еврейского Нового года, а сейчас Макдональдс. Но замыслов много в сердце человека, а замысел Бога, он исполнится. И он идет к Макдональдсу, но он так как же принял решение есть кошерное внутри, да, то по ходу он встречает своего друга, и тот ему дает кошерный бутерброд. На, покушай кошерный бутерброд. То есть замысел Бога, решение Бога, оно исполнится. В награду за его решение кушать кошерное, хотя бы с Нового года, Бог может ему реализовать ситуацию, в которой он начнет кушать сейчас. Понятно, да, идея? То есть, это как бы объяснение того, что мы учили раньше. Много замысла, много мыслей, идей в сердце человека, а замысел Бога, он исполнится. Теперь, что здесь нам говорится? Здесь нам говорится так. Маем амутим глубокие воды, этсабы лев иш. То есть, в принципе, решение Бога, оно есть и у него внутри. Но это как в глубине воды, потому что все вот эти вот его файловая система, Макдональдс, которой реклама его глушит каждый день, да, продуктовый магазин, который он на виду все время, да. А вот это вот божественное знание, оно-то, божественная душа, она же и внутри есть тоже. И Бог не только ему может человека как бы организовать снаружи, из внешнего мира. То есть, это знание, это есть в нем и внутри, но оно как глубокая вода. То есть, человек, вот, когда говорят люди, там, слышу интуицию, не слышу интуицию, это как раз вот эта глубокая вода, которая в сердце человека. И там есть, на все есть правильное решение. Вот это вот этса, это уже правильное решение. И нам говорится, что глубокая вода в сердце человека. То есть, там внутри огромные объемы информации. И когда человек начинает, например, медитировать, он видит, что у него прям поднимается изнутри, ну там куча разного такого поднимается, какие-то у меня, оказывается, у меня столько песен внутри, я просто не знал, что знаю наизусть столько песен. У меня только начинаешь медитировать, а тут какая-нибудь такая, джжж, там. Я не сдамся без бою. Я думаю, чего? Вот стоит мне как бы вовнутрь погрузиться. Это, я не знаю, почему он в этот самый, эта песня, кто ее написал? Атеан Эльзы, да. У меня почему-то там в подсознании громко играет Атеан Эльзы. Именно эту песню, да, CD какой-то, видно, забыли выключить. Теперь нам царь Соломон говорит, что глубокая вода, как глубины огромные, вот в подсознании, там много всего. И только Иштвуна, только человек, у которого сильная логика, сильная сообразительность, то есть он умеет управлять своим мозгом и умеет вытаскивать вещь из вещи, логика, это когда я понимаю вещь из вещи, причина следственной связи. Только если у меня есть вот эта вот логика, Иштвуна, человек, который, Твуна это даже не Бина, Бина это понимать вещь из вещи, а Твуна это другое качество логики, из фрагментов составлять целое. Только человек, который обладает таким мощным интеллектом, который развивается как раз при изучении Талмуда, например, он может разобраться точно в тонкостях своего вот этого вот подсознания. И это как вытащить этот правильный совет из своего подсознания, это как ведром вычерп... Раньше были глубокие и глубокие колодцы, как вытащить воду из глубокого колодца. Поэтому какое здесь есть решение? Решение очень простое. Идти советоваться к мудрым людям, ну именно мудрые, которые реально живут по Торе, знают, вот мудрецы Тора. Когда были вот доступ к таким людям, там Равицкак, Зильвер, Зацаль, когда был жив, к нему приходишь, задаешь любой вопрос по жизни, как, что, он тебе сразу дает ответ. Причем такой ответ, что у тебя нет сомнения, что это от Бога, что это правильный ответ, и что он для тебя лучше. Когда был Любайчистер Эбе, к нему тоже заходили, задавали вопросы. Просто я читаю вот его ответы на вопросы, ну это невероятная вещь. Например, у тебя в этот шаббат читал историю, одна семья пишет, это вот они о себе пишут. Значит, они переехали после войны в Канаду, и в Канаде 10 человек, беженцы, 51-й год, они жили, им дали какая-то община, дала какое-то место, полуразрушенный дом, там без воды, и они, это был Равин, ну его 10 детей и жена. Значит, старший сын, он единственный знал английский, он до этого учился в Англии. Он, значит, пошел в школу там, ну куда-то. Остальные, в общем, очень тяжело они жили. И мама с маленькими двумя детьми была дома. И ребенка, полуторагодовалый ребенок, он лазил и перевернул на себя ведро кипятка, и полностью обгоняется, ну это самое. Его, значит, мать выбегает с ним на улицу, кричит, не знает ни слова на английском. Значит, приезжают они в больницу, ну, в это самое, ее кладут, и врачи говорят, что все, шансов нет, она умрет. Никаких до утра она не доживет. Они, значит, из Канады звонят в Америку, и его двоюродный брат, это был секретарь Любавичского Рэбе. А это были 50-е годы, то есть он только тогда или стал Рэбе, или он еще не был. В общем, я... Учеби не было. Да, да. И он к нему рассказывает всю эту историю. Рэбе говорит, я вам говорю, что ребенок останется жив. Я вам это гарантирую. Ребенок останется жив. А вы должны организовать в этот шаббат, организовать в общине. А это была ночь, что ли, перед шаббатом. Да, это было, ну вот пятница, наверное, это было. Вы должны шаббат организовать в общине, и жена, мама, ребенка должна активно принимать участие в приготовлении шаббата, еды, кедуша этого, и чтобы все было в большой радости. И за заслуга этого ребенок вырастет, выздоровеет. Ну, они, вся семья Рэбе сказал, значит, давай делать. А все услышали, там было много хаббатников, это вот, которые, ну, хасиды хаббат. Они тоже услышали, что это Рэбе сказал, все пришли, и кедуш, шаббат провели, значит, танцевали, плясали, там, радовались, все. После шаббата они прибегают в больницу. Врачи говорят, вы знаете, это чудо какое-то, она жива, но, значит, но это, мы не знаем, как она жива, но у нее там все не работает, она в какой-то барокамере, полтора годика, то есть, ну, нереально, она не выживет. И даже если она выживет, она не будет жива, ну, не будет нормально функционировать. Он опять звонит этому, брату своему двоюродному, тот к Рэбе, Рэбе говорит, я вам говорю, все будет нормально, все будет хорошо, будет она жива, здорова, значит, и присылает, присылает им золотую монету, говорит, а эту монету пусть она, когда она будет выходить замуж, отдаст на дзаку, на благодарительность. Значит, она лежит в этой больнице, и она все равно подключена к аппаратам, значит, все, ну, она как бы жива, но шансов на нормальную жизнь нет. Уже почти месяц проходит, она все лежит в таком же состоянии. Опять Рэбе обращается, он говорит, я точно знаю, что она должна жить, но я, значит, что-то ее неправильно лечат. Ну, то есть, не может такого быть. А он в Америке, это в Канаде. Значит, врачи, эти родители идут к врачам, и, говорит, на ломаном английском, ну, это очень тяжело было им доказать, но они говорят, проверьте лечение. В общем, проверяют лечение, ей кололи какой-то препарат один, который от него у нее был, ну, он ей не подходил, и этот препарат там ломал всю систему. Убрали этот препарат, и она, значит, начала выздоравливать, через там месяц она была дома, и, что интересно, что тот человек, который этот рассказ писал, это интервью с ним было, все, он равен, у нее сейчас 16 детей. 16 детей у этой девочки. 16. То есть, что мы из этого видим? Что те люди, которые обладают действительно знанием Торы, они обладают близостью к Богу, и они живут в другой системе координат. То есть, обычный человек, он живет в какой-то системе координат, в которую верит, и в которой привык. И главное, это вся система координат, она находится у него в подсознании. И когда он пытается принять решение, он пытается принять решение, все равно исходя только из тех знаний, которые его и привели в ту ситуацию, в которой ему требуется принять решение. То есть, он, как бы попав в тупик, он пытается выйти из тупика, по той же карте, по которой он зашел в этот тупик. То есть, он, у него нет вариантов принимать те же самые решения, которые он принимал раньше, используя те же самые знания, выйти из этого тупика. Он будет все время возвращаться, возвращаться к похожей ситуации. Как, как, ну, это смешно, такая, может, иллюстрация не очень, но как один был человек, он физрук, физрук, он решил, физкультурник, и он решил пойти на дискотеку, потанцевать. Но он как не старался танцевать, а получались только приседания и отжимания. То есть, человек все равно, он в какой-то своей схеме крутится, и все, да? Вот. И он же потом, когда он был этот самый, его дочка, когда выходила замуж, и она бросала невесту, знаете, невесту, будь это бросая, да? Так он нас заставлял перетидывать все время. Ну, то есть, что она не так кидала по технике. Хорошо, еще один отрывок, давайте, что-то мы сегодня увлеклись. 23 минуты. Один коротенький отрывок, чтобы три отрывка было. Все. Вот. Вот это очень важный. Он лично, мне сегодня помог очень одну вещь сделать прямо с утра. Я с утра изучал это и готовился к уроку. Вот этот отрывок, он, например, для меня очень актуальный оказался. Именно практически актуальный. Значит, написано так в шестом отрывке. Рав, Адам, Икра, Иш, Хаздо. Много людей называются человеком милосердия, человеком хеседом. Много людей называются людьми милосердия. Вы, Иш, иммуним, мимца. А вот человека доверенного, иммуним это тот, кому можно доверять. Кто такого найдет? Значит, какое здесь объяснение? Здесь есть два объяснения. Первое объяснение такое, что много людей называются человеком милосердия. Значит, в принципе, много хороших, добрых людей. Когда хороший, добрый человек видит, когда кто-то другой там мучается, страдает, то ему прямо хочется, у него самого возникает желание ему помочь. И сделать ему хесед, какое-то милосердие. Теперь пообещать намного легче, чем потом сделать. И много людей называются, они как бы объявляют о своем милосердии, а вот потом человека, который делает, ишемуним это тот, который выполняет. Мимца, кто найдет? То есть, те, кто уже выполняют, их намного меньше. Вот у меня сейчас конкретный пример. Ко мне обратилась одна организация, они называются Исполним мечту. Они благотворительная организация, они детям, которые больны неизлечимыми болезнями, ну, которые точно умрут, они им помогают, узнают, какие у них мечты, помогают перед смертью реализовать эту мечту, находят на это деньги, возможности, и дети все равно они уходят, но или они вот эти все там месяцы или перед смертью, они, ну, просто одни их бросили, или у него есть возможность реализовать мечту. И они прям, ну, реально, они все это показывают, как, что. И интересно есть, что иногда бывали случаи, когда дети реализовали мечту, и потом они выздоравливали. Причем тоже этому не было объяснения, но у них появлялась вот эта вера в чудо, вера, что они могут выжить, и в этот момент их как бы, ну, их, ну, бывали такие случаи, да, там они целое исследование, это очень такая, ну, серьезная организация, и они сделали целое исследование вот этих детей, с очень, одну, правда, меня одна деталь очень зацепила, и удивила, что дети ждут чудо, только 3% ждут чудо от Бога. То есть, они все ждут чудо, вот там, ну, оно может произойти, но прям вот в их системе только у 3% есть Бог в их системе координат. А так как мы знаем, я верю, что только Бог может помочь, то это, ну, это не очень хорошая такая, да, статистика. В общем, они мне рассказали эту историю, и я говорю, все, я хочу помогать, на всех тренингах ставим, будем собирать деньги, потому что люди идут на тренинги, все надеются на чудо, да, все хотят, чтобы их прямо вот так, вот им Бог для них сделал чудо, да, ну, чтобы чудо произошло. Помоги, помоги сделать чудо для другого, для ребенка, то есть, это реальное чудо, там, одному мальчику сделали встречу с Рональдо, с футболистом, девочку отвезли в Париж, там, одному сделали мальчику встречу чемпиона мира по шахматам, то есть, ну, реально, как бы, можно, можно делать чудеса, они происходят в жизни. В общем, классный проект, все, они мне рассказали, я сказал, все, хочу помогать, но я все время уехал, приехал, уехал, приехал, и я вот уже прошло две недели, а я ничего не сделал по этому проекту. Или там друг ко мне обратился один за помощью, и я ему по телефону сразу, все, помогу, сделаю, все, тых, тых, пообещал, наобещал, хотел помочь, и забыл. И вот я сегодня утром вспомнил, я сразу же сделал там все, что я ему обещал, сразу сделал, потому что царь Соломон предупредил, что он предупредил, что много людей называют, на словах, как бы, икра, это как во икра портал, и возвал, это тот же корень, они называются, ну, вернее, они высказывают как бы милосердие, а вот человека, ему ним это доверенного, который сделал то, что обещал, мимца, кто найдет, таких намного меньше. А второе объяснение, что те люди, которые делают милосердие, они, вот это, Рав Адам Икра Ишхаздо, много людей хотят называться людьми милосердия, то есть они делают милосердие, для того, чтобы называться людьми милосердия, для того, чтобы показать, ну, чтобы получить почет, славу, признание, красоту. Много людей хотят называться людьми милосердия, а Ишимуним, это человек, который из-за веры своей делает милосердие, из-за веры в Бога, из-за того, что это заповедь, вот таких людей, которые скрытно делают, как один был человек, который, он входил там в 100 самых богатых людей мира, который дьюти-фри сделал, да, магазины, и он никто не знал об этом, он всю свою жизнь, все деньги, которые зарабатывал, раздавал, миллиарды долларов, то есть куча благотворительных фондов на его деньги, и он это от всех скрывал, то есть это там случайно стало Форбсу известно, через много лет он уже там старый, есть известный очень человек, который всю жизнь раздавал все деньги, которые зарабатывал, миллиарды, и значит, и скрывал это от всех, представляете, это вот как раз люди милосердия, люди доверенные, кто таких найдет, вот шестой отрывок, так что, друзья, давайте, какие выводы у нас есть, первый вывод, это какой, что нужно работать, и не быть ленивыми, то есть это, это конкретно, и я сейчас прямо делаю, победитель лени, проект у меня новый, как раз я этот отрывок туда тоже вставлю, значит, есть, на ютюбе у меня есть ролики, победитель лени, как победить лень, второе то, что оказывается, это приказ Торы, нужно победить лень, второе, что вот настоящие глубокие мысли, они очень глубоко в сердце, поэтому их или надо искать там, но для этого надо быть очень сообразительным, или их надо брать уже у людей, которые высказывают только вот эти вот, ну, правильные мысли, и третье, что это, что милосердие, это нужно сказал, сделал, или лучше сделал, и не сказал, то есть это идеальный вариант, есть вариант, сказал и не сделал это это самый плохой вариант и не сказал и не сделала и даже не хотел сделать это худший вариант это значит все как недоброе сердце второй вариант это хотел сделать сказал но не сделал это не очень хороший вариант потому что это как бы все эти обещания не висят на человеке и получается обратный эффект тот кому-то обещал сделать он ждет и потом он на тебя обижается и ты и вроде хотел сделать добро, а сделал зло. А третий вариант, сказал-сделал, это уже почти идеал. Самый идеал, это не сказал, и сделал, и скрыл, это вообще идеал. Все, вот это вот мой вывод, жду ваших выводов, значит, нас становится, слава Богу, все больше и больше, и давайте распространять слова царя Соломона, прям во икра, разносить их по всему миру, потому что он не зря же все эти 3000 лет это сохранялось, и надо, действительно, это самая большая мудрость в мире, мы должны ее распространять, мне так кажется. Все, друзья, удачи, успехов, пока!